Тысячи задержанных и осужденных за отказ молчаливо потакать режиму. Полсотни новых репрессивных законов с начала большой войны. Режим, который по факту является фашистским, пытается уничтожить все, что считает для себя опасным. Репрессии. На уроках истории это слово вызывало шок и отвращение к СССР. Наряду с такими, как ГУЛАГ, Донос, Черный Воронок. Но не прошло и столет с тех времен, как репрессии для огромной 140-миллионной страны стали обыденностью. Да, пока что нет массовых задержаний. Пока что суды не превратились в тройки. Пока что незнакомое черное авто у подъезда не вызывает зудящего чувства тревоги. Но уже арестовывают за анекдоты про Путина. Уже показания выбивают пытками. Уже россияне штампуют доносы друг на друга. Вместе с этим Кремль забирает у россиян шанс на защиту. Адвокатов штрафуют, арестовывают, лишают лицензии. А правозащитные организации попросту ликвидировали. Зачем? Смотрите в специальном репортаже «Без права на право». Как в России похоронили Фемиду. Избрать обвиняем Кудзева Вадима Дмитриевича в меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца. Избрать обвиняем Сергея Сергеевича в меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца. Избрать обвиняем Сергея Сергеевича в меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца. Эти трое мужчин – адвокаты Алексея Навального. По два месяца ареста получили за якобы участие в экстремистской организации. Такое обвинение им придумали в Кремле. Четвертому адвокату Александру Федулову удалось избежать ареста. Он сбежал из России. Арестовав адвокатов Навального, Кремль в первую очередь преследовал цель давления на Навального. Совершенно очевидно, что даже находясь в тюрьме, Навальный, тем не менее, сохранял связь со своими сторонниками и участвовал в общественной и политической жизни. Поэтому, безусловно, главная цель – это заблокировать для Алексея возможность контакта с внешним миром. Вероятно, и статью для адвокатов выбрали не случайно под стать их подзащитному, ведь Навальный тоже отбывает наказание за якобы экстремизм. Но это история с двойным дном, ведь российские адвокаты давно на прицеле у Кремля. Давление на адвокатов, оно осуществлялось планомерно. Но если взять даже оккупированный Крым, то начиная с 2016 года, фактически давление на адвокатов нескольких адвокатов там лишили статуса. Ряд адвокатов, в том числе женщины, получали административные аресты по абсолютно выдуманным обвинениям. Все это направлено на то, чтобы, естественно, подавить, заглушить вот этих неподконтрольных адвокатов. Собственную практику Николай Полозов начал в 2006-м. Вел дела активисток Pussy Riot, Алексея Навального. После аннексии Крыма защищал крымско-татарских активистов, которые не покорились режиму Путина. Сам вел расследование убийства ветерана крымско-татарского движения Виджия Кашка, которая скончалась после задержания российскими силовиками. Защищал 24-х украинских моряков, захваченных российскими военными в районе Керченского пролива. В 2016-м году тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская инициировала против меня возбуждение уголовного дела за якобы оскорбление прокурора, неуважение к суду и так далее. Были попытки, скажем так, выдавить меня из дела Ильми Умерова, и сотрудники ФСБ в Крыму похищали. Подобными методами Кремль уже давно пытается заткнуть рот неугодным адвокатам и правозащитникам. Штрафы, аресты и лишения статуса адвоката – все это на себе испытал и Алексей Ладин. Он защищает украинских политзаключенных и попавших в плен военных. В октябре этого года его оштрафовали на 45 тысяч рублей и арестовали. Если сравнить, например, эту ситуацию с Советским Союзом, и в одном и другом случае адвокаты могли лишь несколько снизить тот ущерб, который наносит собственная репрессия. Но при этом в то советское время и положение адвоката было очень понятно. И адвокат мог рисковать своей карьерой, его могли лишить статуса, отстранить от ведения дел, но адвокаты не рисковали свободой. Сейчас же любой неугодный режиму адвокат может оказаться за решеткой. Кремлевские прихлебатели сумели настолько извратить законодательство, что статья теперь найдется для каждого. И даже несколько, как, например, у Михаила Беньяша. В сентябре 2018-го на акции против пенсионной реформы его избили полицейские. А потом обвинили адвоката в том, что это он на них напал и даже укусил. Отбыв первое наказание, он был арестован еще раз за якобы препятствование правосудию. Мол, на заседании суда адвокат перебивал и возражал против решений судьи. Фактически выполнял свою работу. Я хорошо помню 70-е годы, когда я начала работать московским адвокатом, еще совсем юным человеком, юной девушкой. Постулатом в наши 70-е еще годы являлась вот эта фраза, что вы имеете право защищать человека, доверителя, своего защитного клиента, как хотите его назовите, но не можете защищать преступление. Понимаете, какая игра слов? Вот преступление, которое он совершил, вы защищать не можете. Простите, а если я доказываю, что это неприступный характер деяния, я что, должна перестать защищать своего подзащитного? По крайней мере, этого бы очень хотелось и советскому, и современному режиму. Путин давно мечтает возродить Советский Союз. В первую очередь, репрессивную его часть. Ильми Умеров, Дмитрий Воробьевский, Александр Налунин, Алексей Аножкин, Ольга Кузьмина. Эти люди из разных регионов России, они разных профессий и даже не знакомы между собой. Их объединяет одно. Все они, по велению Кремля, оказались в психдиспансерах. Этот метод борьбы с неугодными путинский режим списал у советского. Все это было придумано в 67-м году, чтобы спрятать большинство политических заключенных под уголовные статьи. Чтобы не показывать на весь мир, что много политзаключенных в Советском Союзе, власти придумали статьи Уголовного кодекса, которые не были особенно важными, а были чисто уголовными. Они назывались «Лживые свидетельства, оскверняющие советский государственный и общественный строй». Вам ничего не напомнила эта формулировка? Лживые показания. Кажется, в современном российском законодательстве есть похожая статья. Ах да, о фейках. Совпадения? Не думаю. Меня судили дважды по таким статьям, но я был известным человеком, меня знали в Москве и в Киеве, и меня нельзя было спрятать под этой статьей. А многих людей спрятали под этими статьями, и долго о них ничего не знали. Иосиф Зизельс, правозащитник и диссидент, член украинской хельсинской группы, во времена СССР расследовал применение карательной психиатрии к политзаключенным. Специально для этого выдумали новую болезнь, которой нигде в системе психиатрии не было – вялотекущая шизофрения. Это разработал институт имени Сербского. Был такой Морозов. Директор был главврач, и они за этим прятали от мира тысячи людей. В Советском Союзе было 17 специальных больниц. Там охрана и режим, как в тюрьме. Когда ты попадал в такую психбольницу, то не было ограничений срока. Я знал одно дело, где человек сидел больше 20 лет. Каждые полгода подаются на комиссию, якобы медицинскую, но на самом деле руководила этим КГБ. КГБ говорит, не отпускать, и комиссия продолжает содержание еще на полгода. Точное количество жертв карательной психиатрии неизвестно, но речь идет о сотнях тысяч поломанных судеб. Людей содержали в нечеловеческих условиях, пытали, травили таблетками. Вот что украинский математик и публицист Леонид Плющ вспоминал о своем заключении. Лечение и режим в психушке, как я увидел на собственном примере, предназначены сразу сломать человека и уничтожить его волю к сопротивлению. Хотя я пытался выплевывать таблетки, они убивали мое желание читать или думать. Память моя резко ослабла, и моя речь стала короткой и отрывистой. В голове остались только мысли о курении и взятках санитаром за дополнительный выход в туалет. Я даже не хотел свиданий, которые раньше так нетерпеливо ждал. Я все больше боялся, что моя деградация неизлечима, и что я помогу своим палачам тем, что сойду с ума. Чувство безысходности, неограниченности пребывания в этом аду побуждало многих здоровых заключенных, думать о самоубийстве. О карательной психиатрии в СССР мир узнал от правозащитников. Именно они передавали за железный занавес свидетельства советских зверств. И в конце 80-х советскому режиму пришлось отказаться от этой практики. Кремль же учел ошибки своих предшественников и зачистку правового поля под репрессии. Начал с ликвидации правозащитных организаций. 16 апреля, последний день работы Сахаровского центра. Одно заседание и 20 минут. Столько времени потребовалось суде, чтобы вынести решение о ликвидации московской хельсинской группы. Депетируемый международный общественный организационный мемориал. Десятки лет правозащитной работы Кремль просто пустил под ножи. Для многих правозащитников это стало сигналом окончательного цементирования режима. Еще до полномасштабного вторжения в Украину. Я сам уехал из России до начала полномасштабного вторжения. Для меня, конечно, сигналом стал закрытие мемориала. Мне 27 лет и большую часть своей жизни я представлял, что мемориал существует всегда. Вне зависимости от сезона года. Но оказалось это не так. Его можно закрыть. А это значит, что какие-то суперкоренные вещи выкорчевываются и растаптываются. Поэтому я решил выехать, просто понимая, куда все более-менее идет. И направление это незамысловатое. Илья Новиков, российский, а теперь украинский адвокат, защищал политического активиста Егора Жукова. Был адвокатом в процессе о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». В российских судах он неоднократно защищал украинцев. Режиссера и кремлевского политзаключенного Олега Сенцова. Входил в группу адвокатов моряков, захваченных Россией в Керченском проливе. Путинский режим лишил его адвокатской лицензии, объявил иноагентом, а сейчас обвиняет в госизмене за якобы переход на сторону противника. Такой расправой с неугодными Кремль пытается запугать всех адвокатов. Адвокатура отдельного напугана еще тем, что происходит в Беларуси. Министерство юстиции Беларуси стало полностью решать все вопросы внутренней жизни адвокатуры. Кто может быть адвокатом, кто не может быть адвокатом, кто становится адвокатом, кто не перестает быть. И для российской адвокатуры постоянным рефреном разговоров о том, как же все-таки адвокатура должна себя вести по отношению к государству, было «А иначе будет как Беларусь». Ну то есть у кого-то это было, что ни в коем случае нельзя молчать, а иначе будет как Беларусь, а у других было «Ни в коем случае нельзя говорить и проявлять себя, иначе будет как Беларусь». А режим между делом уже готовится еще сильнее закручивать гайки. Госдума предлагает забирать статус адвоката у каждого, кто больше года живет за пределами России. Это естественный ход событий, поскольку режим, который по факту является фашистским и, скажем так, античеловеческим, он пытается уничтожить все, что считает для себя опасным. И правозащитная деятельность для такого режима, одна из скреп, которого это репрессия, безусловно, воспринимается как вражде. Вот эта, скажем так, инициатива законодательная, она же направлена прежде всего на то, чтобы наказать тех адвокатов, уехавших, которые активно выступают против власти. И пока все боятся повторения белорусского сценария, повторяется советский. В залах суда все еще есть адвокаты, прокуроры, свидетели и даже судьи, а не НКВДшные тройки. Но уже нет справедливости. Советские имитационные формы суда возвращаются. Но я и другое вам скажу. Как свидетели тех же с 70-х годов никогда такие нарушения, которые мы сегодня обращаем вниманию апелляционных, конституционных инстанций, не сходили с рук судьям первой инстанции или тем, кто работал на досудебной стадии предварительного расследования. Эти нарушения можно было, нужно было приносить в вышестоящие судебные инстанции, и вы могли просто на одних этих нарушениях доказать незаконность преследования того или иного человека. Сейчас сходит с рук все. Но они согласны с порядком вещей адвокатов. Запугивают, чтобы они вообще не брались за громкие дела. Вот эти аресты адвокатов и преследования, аресты адвокатов Навальдова и другие факты преследования, безусловно, будут сказываться на том, что адвокаты в целом, а в России больше 80 тысяч адвокатов, в целом будут стараться держаться подальше от уголовных дел с политической окраской или будут вести себя вот так вот, уже не, по сути, не как адвокаты, а как союзник обвинения. И не только в судебном зале. Кремль скрывает эти факты, но уже известно, что многие адвокаты только и рады сотрудничать со следствием. Причем в самом широком смысле этого слова. В оккупированном Крыму она касается дела Наримана Джеляла и братьев Асана и Азиза Ахтемовых. Это известное дело. Асана и Азиза пытали для того, чтобы выбить из них необходимые показания. Так вот, карманный адвокат следствия при этих пытках присутствовал лично. И об этом говорилось в суде. Это происходило на оккупированной территории уже в Донецкой области. В отношении украинских военнопленных, против которых были возбуждены дела, на регулярной основе применялось физическое насилие, избиение, пытки. И как минимум один адвокат, российский адвокат, присутствовал при избиениях и сам принимал в них участие. Подобные свидетельства у многих россиян вряд ли вызовут страх или негодование. Крымские татары, украинские военные, их судьбы кажутся слишком далекими для закоренелого путиниста. Мол, ничего плохого не случится, если Путина любить. Ирония в том, что это чувство невзаимно. И впасть в немилость режиму может каждый. И теперь становится страшнее, правда, поддерживать и одобрять охоту на адвокатов. А потом самому оказаться в лапах репрессивной системы. Количество репрессированных связано не столько с гуманностью властей, сколько с тем, что просто репрессивная машина пока в своем нынешнем состоянии не может переварить, провести через себя такое количество уголовных дел. Для этого надо либо в несколько раз увеличивать штат следователей, либо упрощать судопроизводство и процедуру следствия до буквально сталинской такой простоты. Когда человека арестовывали, несколько допросов с применением пыток, дальше заседание так называемой тройки буквально на 10-15 минут и расстрельный приговор. Но такая перспектива уже маячит на горизонте. Депутаты Госдумы то и дело вспоминают о смертной казни. Хотел бы напомнить давнюю инициативу нашей партии, которая заключается в том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь. Мы все равно к этому придем. Все равно придем, понимаете? К военно-полевым судам и к расстрелам. А некоторые даже определились, кого хотят поставить к стенке. Что должно быть сегодня на повестке дня? Это закон о высшей мере наказания для террористов, диверсантов, для шпионов и за государственную измену. За первые 7 месяцев 2023 года ФСБ завела десятки дел о госизмене. Только в Москве по такой статье обвинили 15 человек. И это не шпионы и не диверсанты. По этой же статье приговорили политика Владимира Карамурзу. Сейчас судят ученых, менеджеров, студентов, работников Уралвагонзавода. О большинстве арестованных практически ничего не известно. Процессы проходят в закрытом режиме, в лучших советских традициях. Впрочем, как и большинство судов в России. В 30-е годы, на вот этих сталинских процессах, там не была возможна ситуация, когда человек не признает себя виновным и активно защищается. Но здесь просто другой подход. Процесс открытый. Подсудимому и даже его адвокату дают говорить все, что они считают нужным, поскольку результат не влияет никак. Именно потому, что решение заведомо принято и даже написано, как правило, до того, как оно оглашается. Решение пишется по форме, называется флешка. Когда судья просит поднести на флешка как минимум обвинительное заключение, то есть то, из чего будет переписываться приговор. И, естественно, суде проще работать с чужим текстом. Если он работает с чужим текстом обвинительного заключения, значит, приговор тоже будет обвинительным. Из такой западни у россиян еще некоторое время назад был выход в Европейский суд по правам человека. 20 лет россияне пользовались этой возможностью. Почти 60% всех дел в Европейском суде о несоблюдении права на жизнь касаются россиян. В отношении России выносилось каждое восьмое постановление по статье о нарушении прав человека. Чаще всего россияне жаловались на нарушение права на жизнь, права на свободу и личную неприкосновенность. Требовали запретить пытки и бесчеловечное отношение. Из 120 миллионов евро компенсаций, 74 миллиона, Кремль так и не выплатил. А 15 марта 2022-го путинский режим отказался от юрисдикции Европейского суда. По этим векторам, по линии прав человека, по изоляционизму он с каждым днем, с каждым месяцем становится все заметнее с 2000 года. Наблюдая определенные совершенно конкретные явления и видя тенденции, которые мне как юристу, как адвокату, как правозащитнику были видны. Я все время говорила, что будет только хуже. Больше людей будет призвано в армию, больше людей погибнет, больше мест и домов будет разрушено, больше людей сядет в тюрьму. Фраза немецкого пастора Мартина Немеллера, когда они пришли, известна во всем мире. Эти слова бессмертны, ведь отражают суть каждого человека, который в угоду собственному комфорту закрывает глаза на преступления режима. Эти слова применимы и к России. Когда путинисты пришли за оппозицией, и многие молчали, ведь не были в оппозиции. Когда пришли за антивоенными активистами, молчали, ведь не были против войны. Когда пришли за адвокатами и правозащитниками, молчали, ведь никогда не боролись за права человека. Задумайтесь, когда режим расправится со всеми неугодными? Кто защитит вас от жаждущей крови репрессивной машины? Ксения Барвиненко. Специальный репортаж. Продолжение следует...